Дата совпала с еще одним важным событием. Вертолетный полк, в котором служил Рефагать Хабибуллин, отмечает 75-летний юбилей. В адрес командира Евгения Суходольского и личного состава глава региона Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму. В суровые годы Великой Отечественной войны бойцы полка уничтожали фашистских захватчиков в боях по всей стране. Современные примеры мужества – это полковник Рефагать Хабибуллин, в последнем бою защищавший не только небо далекой Сирии, но и свою родину. Личный состав полка достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников, решает ответственные задачи по сохранению мира и стабильности как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодняшний мир и покой на южных рубежах нашей страны во многом результат ваших усилий. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей службе на благо России и Кубани. В разное время звания Героя России были удостоены 11 членов полка. Рефагать Хабибуллин – участник первой и второй чеченских кампаний грузино-южно-осетинского вооруженного конфликта. Военный летчик был награжден двумя орденами мужества и орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Свою последнюю награду звания Героя России он получил посмертно за участие в военной операции в Сирии.